Владимир Чуров – частый гость на Селигерии. Вот уже несколько лет подряд форум не обходится без его визита. Вначале традиционное знакомство с участниками и обход лагеря, после которого Чуров приглашает форумчан на свою лекцию о современном избирательном процессе. Поскольку молодежь на Селигерии политически активна, то и общение началось с оценки международного положения дел. Речь в частности зашла о санкциях, предпринятых рядом западных стран в отношении России. Владимир Чуров, отвечая на вопрос, был предельно лаконичен и прямолинейен. Санкции придуманы идиотами, приняты идиотами и рассчитаны на идиотов. В мере впрочем, эти идиоты теперь будут вынуждены есть свой собственный продукт. По мнению председателя ЦИК России, эти меры не могут считаться неприемлемыми и неэффективными в современном обществе. А обезопасить себя от них может лишь экономически сильная страна, имеющая законно избранную легитимную власть. Формирование такой власти напрямую зависит от избирательной системы, отметил Владимир Чуров. Центральной избирательной комиссии России в этом году предстоит непростая задача – организовать самые масштабные выборы, которые пройдут во всех российских регионах с существенными изменениями. Например, в этом году снова вернется досрочное голосование. С большим трудом мы вернули это право. Спасибо Конституционному суду, который принял соответствующее решение о том, что лишать нас права голосовать неконституционно. И мы с вами теперь освобождены от этого рабства. Еще одно важное изменение – это возможность баллотироваться на выборах людям, имеющим судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, спустя 10 и 15 лет, соответственно, с момента их снятия либо покошения. Задача избирательных комиссий в этих условиях – проверить сведения о судимости кандидатов. К сожалению, число кандидатов в России, скрывших этот нелицеприятный факт, рекордно. Всего за несколько дней проверок уже известным 240 кандидатам добавилось еще около 80. Подтвердилась скрытая судимость у кандидатов в губернаторы в главу Тюменской области. Это Павел Сергеевич Дорохин, выдвинутый от парламентской партии. В Тверской области также выявлено несколько кандидатов, не указавших в представленных на регистрацию документах свое уголовное прошлое. На данный момент их порядка 30 человек. Более подробные цифры в избиркоме области обещают озвучить уже в начале следующей недели. Екатерина Карпова, Андрей Шибаев, Рентовый пилот.